Она не хотела быть актрисой, она хотела стать прямой балета, но судьба распорядилась по-своему. И первый дебют Людмилы в кино произвел фурор и круто поменял ее жизнь. Будущая актриса родилась в блокадном Ленинграде в 42-м году. Их с мамой вывезли по дороге жизни в эвакуацию, а после снятия блокады они вернулись в родной город. В 11 лет родители отдали девочку в хореографическое училище имени Вагановой. Людмила была в числе перспективных и подающих большие надежды учениц. После 9 лет обучения юную балерину приняли в труппу Кировского театра, на сцене которого она успела принять участие в постановках «Жизель» и «Спящая красавица». Возможно, она бы и сделала карьеру балерины, но однажды ее увидела помощница режиссера Сергея Бондарчука, который готовился к съемкам легендарной киноэпопеи «Война и мир» и пригласила балерину на пробы в кино. Надо сказать, что на роль Наташи Ростова и Бондарчук перепробовал множество актрис, среди которых были Наталья Фатеева, Наталья Кустинская и Анастасия Вертинская. Но это было не то, что требовалось режиссеру. Людмила Савельева ему тоже не понравилась, но облачив балерину в костюмы и грим и сделав несколько проб, Бондарчук остановился именно на ней. Снимаясь в кино, Людмила продолжала танцевать в театре, но процесс съемок оказался сложным и тяжелым. В какой-то момент ей стало тяжело совмещать съемки и сцену, и перед ней встал мучительный выбор. Она сделала его в пользу кино. В том, что она сделала правильно, Людмила почувствовала сразу после выхода киноэпопеи на экраны. Она стала настоящей звездой. У нее был ошеломительный успех, а популярность не только всесоюзная, но и международная. Вместе со съемочной группой актриса побывала на вручении картины Оскара и Золотого Глобуса. Фото с изображениями юной русской звезды появились на обложках зарубежного глянца. Ну а после удачного дебюта ей стали поступать предложения и от других режиссеров. Но многие из них она отвергла, не желая становиться заложницей одного образа. Ее следующим проектом стала совместная этала франко-советская кинолента «Подсолнухи», в которой она сыграла девушку Машу. За всю свою творческую биографию Людмила ни разу не сыграла отрицательный образ и никогда не соглашалась на проходные роли. Последней ее работой в кино была роль врача в картине «Дочки матери» в 2009 году. Что же касается личной жизни, то роман в жизни Людмилы случился один раз и на всю жизнь. С Александром Збруевым она познакомилась на Мосфильме, когда снималась «Войне и мире», а он в «Чистых прудах». К тому времени Збруев уже пережил развод с Валентиной Малявиной. В 1967 году они поженились, а еще через год у них родилась дочь Наталья. Людмила назвала дочь в честь своей героини, которая ее прославила. У них была прекрасная семья, теплые любящие отношения. Александр Збруев всегда пользовался успехом у женщин, поэтому Людмила не обращала внимания на разные сплетни. Она ему доверяла, но однажды узнала, что у него есть не просто интрижка, а другая семья. Актриса Елена Шанина, которая была коллегой Александра по театру Ленком, родила от него дочь Татьяну. Людмила просила мужа и стала жить как прежде. Но вот их дочь не смогла простить предательство отца и настаивала на разводе. Однако Александр не мог оставить жену и дочь. Дело в том, что в юном возрасте Наталья пережила глубокое любовное потрясение. Это подорвало ее психическое здоровье. Девушка снялась в картине, если верить Лопатухину. Эта роль принесла и популярность, но не исправила ситуацию. А история с отцом только усугубила состояние. Александр не смог оставить семью в таком положении. Сейчас Наталья живет с родителями и у нее бывают долгие ремиссии. Супруги, несмотря на все жизненные невзгоды, смогли сохранить семью. Они по-прежнему вместе и стараются не вспоминать прошлое. Они всячески оберегают любимую дочь от огорчений и болезней. Людмила Михайловна занимается домом, который был для нее всегда на первом месте. Но затворницей себя она не считает. В этом году ей исполнилось уже 79 лет. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, помните ли вы актрису Людмилу Савельеву в кино. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова